всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшнее видео хотел бы ответить на такой довольно часто задаваемый вопрос в telegram чате logic pro help как работать с референсами в logic про то есть какие есть варианты как обходить проблемы знаете какие бывают основные проблемы проблемы заключается в том что у большинства на мастере то есть на стереовыходе стоит та или иная обработка это может быть самая банальная как вот у меня например в этом проекте у меня здесь стоит просто сатурация консоли и сатурации пленки на всем миксе это такая самая базовая база вариант но многие используют еще дополнительные там лимитры компрессоры multibank компрессоры какие-то сатураторы все это такая может быть довольно большая цепочка на мастере и таким образом как бы воплощается финальное звучание композиции но вдруг возникает надобность сравниться с референсом причем референс может быть необязательно какой-то там популярный трек это может быть тоже самый трек например демо микс который там был на этапе аранжировки там от клиента допустим и вот мы закидываем первая логичная мысль у человек который стал столкнулся такой проблемой это просто закинуть файл на дорожку допустим вот у меня дорожка есть референс сюда закидываем файл солируем и слушаем но проблема в том что эта дорожка также идет через эту шину и то есть вся обработка стоит на этой шине она естественно будет также обрабатывать вот этот референсный трек и мы адекватного звука теперь уже будут послышать услышать не сможем пока не отключим эти плагины то есть это неудобно то есть мы закинули трек мы его засолировали мы отключаем специально плагины слушаем потом останавливаем воспроизведение включаем плагин убираем соло и слушаем наш проект то есть проходит уже какие-то там 10 секунд даже если сильно там мышкой научиться быстро оперировать но за это время слух может потерять какие-то особенности там примерно сколько громкий там хай-хэт или громкий вокал то есть ну можно даже на профессиональном оборудовании с натренированными ушами не совсем четко уловить вот эту разницу и до конца не понять в чем отличие между референсом и соответственно вашим треком то есть этот метод при такой раскладке не очень удобен доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусти вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком а самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получив все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене какой второй вариант второй вариант подразумевает также перетаскивание файла с референсом на отдельную дорожку но он подходит только тем у кого есть звуковые интерфейсы у которых больше чем один стереовыход то есть моем случае у меня здесь несколько стерео выходов есть аж ну всего 30 выходов но получается 15 стерео выходов и я могу взять при на 34 отправить вот эту дорожку с референсом и теперь могу спокойно сюда закидывать референсный трек они будут вместе играть параллельно с моим проектом мне ничего не нужно солировать и мютировать потому что в микшере создается отдельный output канал куда назначена вот эта дорожка референс и соответственно здесь маленьких обработок нет здесь мои обработки остаются для моего микса и я просто переходя в контрольную панель моей звуковой карты могу вот у меня здесь отдельный канал референс я могу здесь просто нажимать соло и слушать сам референс потом отключать и буду продолжать слушать то что у меня идет с основного канала составного выхода то есть это удобно ну и плюс у разных производителей по разным это реализовано но у тех у кого есть поддержка нескольких выходов как правило есть некая кнопка в управлении звуковой карты чтобы быстро переключаться на мониторинг другого выхода то есть это конечно же решение проблемы но она такой немножечко устаревшие и плюс она подразумевает то что вы будете перекидывать сюда например какие-то еще файлы то есть вы можете у вас может быть несколько таких дорожек они конечно все могут быть также назначены на вот этот третий четвертый выход но у вас копятся мусорные файлы то есть у вас права папки проекта копятся новые треки какие-то какая-то будут референсы сторонние то есть это увеличивает размер проекта ну хоть и не существенно но тем не менее то есть это все равно такая некая уже такая устаревший эрудимент скажем так такой подход закидывать референс прям напрямую в проект поэтому для этого были придуманы специальные плагины два из них я посоветую лично потому что я сам с ними работаю есть еще множество других от разных производителей плагинов как правило у каждого есть свой подобный плагин первый который я порекомендую это референс от компании мастеринга микс в чем здесь идея вы можете хранить все свои референсы в любом формате mp3 wav flag где-нибудь на жестком диске то есть у вас может быть отдельная папка там даже на внешнем жестком диске с вашими со всеми референсами в разных жанрах и так далее и все что вам нужно просто открыть этот плагин поставить его последним то есть после обработки поставить на мастер на ваш обычный и соответственно сюда закинуть все можете сразу несколько вот у меня отдельная папка с референсными треками по жанрам вы можете сразу несколько закинуть треков ну давайте какой-нибудь закинем он проанализирует покажешь где какая часть также можно здесь делать level match то есть он проанализирует громкость референса проанализирует вашу громкость при воспроизведении трека и попытается их по гейну уравнять есть это уже большой плюс вручную это делать не нужно хотелось подстроить тоже все можно плюс здесь очень удобный вот это переключение оригинал референс вы можете прям просто кликом мышки переключаться и есть всякий metering полезный который позволяет там тоже оценить том числе частотный спектр то есть показывается частот hm спектра нашего трека частотный спектр э референсом трека и можно сразу понять где какой дисбаланс есть или еще что то то есть тоже очень удобно и плюс метринг по громкости и прочие фишки то есть это вот один из плагинов ну вдаваться в подробности его работы я не буду потому что все-таки немножко за рамками тематики этого видео но просто как совет от можете дыма скачать попробовать довольно хороший плагин и аналогичный плагин есть от плагин альянса метрика и би а доктор здесь та же самая история то есть вот мы сюда загружаем аудио файлы здесь их может быть 16 штук можем между ними быстро переключаться здесь для каждого также можно настроить уровень то есть чем можно как для всех сразу для всех настроить уровень вот здесь для всех референс ных треков это бит ну соответственно наш можно построить хотя не рекомендую это делать трек вот можно здесь послушать в разных вариантах моно левый канал соответственно правый канал общую сумму сайт то есть ну короче можно разные варианты здесь послушать и здесь есть также разные варианты анализа вашего трека и выбранного референса в данный момент есть по громкости по динамике по стереокартинке по корреляции между по частотным по частотному спектру сам спектр собственно ну и здесь соответственно будет волна форма показывающая загруженный референс очень удобно и здесь я очень люблю еще секцию фильтров то есть можно отфильтровать только при низкие частоты и послушать что у нас происходит в низких частотах в референсом треки потом переключиться на слой и сравнить вот так вот прям частотно то есть это кстати очень удобно сфокусировавшись там чисто на басу можно понять что у вас перебор с бочкой или там с басовыми частотами у бочки что она слишком торчит а в общем миксе это вроде так явно в уши не бросается то есть тоже очень удобный плагин я им чаще всего пользуюсь он не всегда установлен на мастере то есть это такой второй способ скажем так из подходящих для работы с референс который лично я рекомендую потому что мне кажется он самый удобный у вас референсы хранятся в отдельной папке и вы их просто в каждой сессии закидывать и здесь тем более можно пресеты сохранять то есть вы просто новый проект загрузили поставили плагин сразу загрузили пресет он в него загрузил все сразу референсы почему можно пресеты по жанрам сделать ну то есть очень удобно с этим работать и я собственно рекомендую это рассмотреть но если вдруг у вас нету ни звуковой карты с двумя независимыми стереовыходами нет возможности там купите эти плагины или как-то их использовать вы хотите все делать чисто в лоджике с возможностями лоджика лоджика тоже есть вариант как можно это реализовать немножечко с таким ручной подстройкой вот давайте посмотрим вот мы мою здесь сессию у меня здесь есть уже сложный довольно маршрутизации вот мы видим что барабаны у меня идут на промежуточные шины потом идут на еще одну шину барабанов и только потом они выходят на стерео out значит в чем идея идея в том что нам нужно создать некий промежуточный скажем так виртуальный стерео out где у нас будет стоять наши мастер обработка для этого все что нам нужно это просто выделить все дорожки которые у нас идут на стерео out вот мы смотрим вот у нас дорожка дальше сжимая команд и кликаю на те дорожки на которых написано стерео out я игнорирую те дорожки где что-то другое у меня настроено а только беру те что у меня со стерео out вот у меня сейчас она выбрана вот это берем и соответственно все наши посылы которые у нас есть ревер и вот эти все шины мы тоже выделяем вот мы выделили все треки на где написано стерео out все остальное у нас осталось за кадром и просто берем выбираем любую шину при 32 у нас создается отдельный aux вот здесь мы его называем например мастер и сюда просто перекидываем всю обработку перекидываем всю обработку на этот канал допустим нам не нужно вот у меня здесь допустим цепочка и сейчас звук никак не изменится то есть мы видим здесь 0 здесь 0 то все то же самое этот канал потом также идет на вот этот стерео out но по сути обработка у нас происходит на нем а соответственно стерео выход у нас теперь очищен какой-либо обработки и он абсолютно нейтральный поэтому я могу также по тому же методу создать дорожку которая у меня идет на этот самый стерео out обычный и сюда закидывать референсы и таким образом просто солировать слушать выключать соло и слушать уже наш трек при этом у нас все будет идти через вот этот вот такой некий саб мастер вот этот то есть думаю что с этим вопросов не возникает здесь все понятно если может быть проблема если вдруг вы начнете продолжать что-то добавлять в проект то есть я например могу захотеть создать еще одну дорожку допустим ну вот хочу еще что-то дописать или закинуть все такой клуб у меня автоматически создается при новая аудио дорожка и мы видим что она назначается по умолчанию на стерео out то есть если я вдруг забудусь или что-то там потеряюсь у меня будет меня так получится что у меня все дорожки которые назначал вручную идут на вот этот мастер с моей мастер обработкой одна из дорожек идет в обход получается все найдет сразу на выход и смешивается уже только здесь вот тем что у меня вот на вот это моем псевдо мастере происходит это плохо потому что все нарушается баланс уже мастер обработка не работать так адекватно как она должна когда все дорожки идут на нее вот то есть это надо вручную себя контролировать и каждый раз назначать на вот эту шину мастер новые созданные дорожки и за этим следить но касаемо аудио дорожек и например миди дорожек мы можем обойти эту проблему мы можем здесь когда создаем новую дорожку один раз вот здесь в аудио output и указать вот эту нашу 32 шину вот мастер выбираю создаю дорожку и вот нас новая дорожка создавать сразу автоматически назначена 32 шину при этом если я сейчас и он проскопирую естественно копия также будет направлено туда если я просто командой команд option а создам аудио дорожку она у меня также видите создается автоматически на 32 выход то же самое касается стерео трек софтвер трека то есть если я вот здесь выбираю софтвер трек также выбираю шину 32 нажимаю создать вот у меня создался новый инструмент у него выход соответственно 32 шина и если я сейчас нажму команд option с это быстрое создание новых софтвер треков то есть я сейчас несколько нажимаю вот они создаются и мы видим об по умолчанию они также назначаются у нас на 32 канал то есть на мою вот эту мастер-шину вот то есть это довольно удобная история этим пользоваться единственный момент только следить за ребрации если вы создадите какую-то параллельную обработку например новую шину возьму девятую сюда захочу какой-нибудь ревер поставить вот мой новый аук с 9 появился с 9 шиной и мы видим что он назначается тоже на стерео out это неудобно то есть нужно менять вручную на шину 32 то есть этот метод рабочий но как вы уже поняли он требует такого никого внимания некой дисциплины чтобы ни в коем случае у вас что-то не шло кроме референса кроме дорожки с референсом давайте пометим а вот кроме этой дорожки чтобы все остальное шло исключительно 32 шину ну в данном случае вас может быть любая 64 там 128 какую угодно выберите незанятую то есть у вас должна жестко соблюдаться вот эта дисциплина и все должно идти вот на вот этот вот некий псевдо мастер канал соответственно мастер шина стерео аут у вас остается без каких-либо обработок ну что ж вот такое получилось видео обязательно пишите в комментариях полезно ли вам это было каким методом будете предпочитать пользоваться ну и всегда welcome в наш telegram чат напоминаю что там вы задаете довольно интересные вопросы и самые популярные самые необычные или там тех на которые нельзя текстом ответить я отвечаю здесь на youtube канале вот такими видео поэтому обязательно пишите участвуйте пишите вашу обратную связь задавайте мне вопросы я там всегда на связи в telegram чате поэтому мы обмениваемся опытом обсуждаем новости ошибки какие-то непонятки все стараемся решить помочь друг другу там уже тысячи более тысячи 700 человек так что подключайтесь welcome всем всегда рады ну а с вами был дмитрий урсул желаем вам в успеху в творчестве увидимся с вами в следующих видео всем пока